Приветствую вас, Алина. Смотрите, вы тревожитесь по поводу того, что ваша коллега сможет донести что-то начальству, в том числе и испортит вам репутацию в общем. Это то, чего вы не хотите. То, чего вы боитесь. При этом вы говорите о том, что вы поругались с коллегой, исключаете, к сожалению, большому сожалению, свою личную ответственность в конфликте, свой личный вклад в конфликт. И по-предему считаете, что именно коллега ваша виновата в том, что произошло. В конфликте не бывает бравых и виноватых, Алина. В конфликте ответственны оба участника или больше. И каждый из них, участвуя в конфликте, не приближается к своему какому-то счастью, гармонии и прочее. Поэтому вам необходимо извиниться, если вы действительно хотите ситуацию разрешить. Вам необходимо извиниться за хотя бы форму той, быть может, правильной мысли, которую вы старались, коллеги-то не все. Второе. Это овладеть навыками бесконфликтного общения, чтобы в дальнейшем не было ссор. Освоить конструктивную технику взаимодействия, конструктивную технику ведения беседы. Вот. Например, я сообщение. И поработать над тем, что вы тревожите. Вот что-то глобальное у вас, это касается тревожности. Тревожности по поводу того, что занесут начальству. Тревожности по поводу того, что действия коллеги могут повлиять на вашу репутацию. То есть вот есть даже решение, что вы в тревоге, что вы нервничаете, что вы волнуетесь за... Чего-то. Понимаете? И на мой взгляд, в этом основная проблема ваша. В том, что вы тревожите. Что такое тревожности? Это отрыв от собственных чувств Алины. Это игнорирование собственных чувств. По разным причинам, но игнорирование. И ваша задача перестать это делать. Перестать игнорировать свои чувства. Начать их слушать и слышать. Начать следовать им. Осознавать то, что вы чувствуете. Осознавать те моменты, которые происходят. И тогда ситуация будет разрешена. Кроме того, я бы задал вам вопрос, касающийся интереса. Ну, или вообще глобальное восприятие работы. Восприятие рабочего процесса. Насколько вам интересно то, что вы делаете. Насколько вам нравится то, что вы делаете. Насколько вы эмоционально вовлечены в процесс рабочий, трудовой. И какие у вас вообще цели, как у сотрудника, находящегося вот непосредственно на рабочем месте своем. То есть, хотите ли вы заработать денег, хотите ли вы реализоваться, хотите ли вы с какими-то определенными людьми и пообщаться, да, то есть, вот, в зависимости от цели, вам нужно выбирать, как бы, ну, направлять свое поведение. Вот тут надо выбирать, что у вас лучше получаться, опять же, что у вас лучше всего получаться. И, исходя из этого, уже двигаться. То есть, вполне вероятно, что вы, вот, не совсем полно, да, свои возможности, свои способности реализуете. Не совсем полно. Этим тоже можно поработать. Не обязательно вольняться, нет, просто, вот, подкорректировать, в том числе, ваше поведение. Потому что, то, что вы не реализовываете, оно может проявляться, вот, в виде таких вот эпизодов, далеко не самых приятных. Ну, это все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. В общении с, при взаимодействии, при взаимодействии с людьми, связанными с вами, карьерными и денежными интересами, важно понимать бессмысленность любых, любых споров и ссор. Бессмысленность попыток что-либо доказать. Если человек в чем-то видит свою выгоду, по его мнению выгоду, даже если для всех других это не выгода, а вред, он будет это делать. И, как вы понимаете, здесь два момента. Либо человек идет к успеху, и вы боитесь проиграть. Либо человек идет к неуспеху, своему собственному. Ему нужно просто дать это сделать. Но, в любом случае, непротивление тому, что делает человек, естественно, грамотное непротивление с активной защитой своих личных границ. Позволит человеку быстрее оказаться там, где он хочет быть. Или потерпеть неудачу. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.